Здравствуйте, дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня первый день Хануки. Вот только что у нас в Израиле догорели первые свечки. Сегодня мы зажигали первую свечу. И поэтому мы начнем с вами с ханукальной тематикой, тематики, а потом, я надеюсь, разберем что-то из недельной главы, которую мы слушали в эту субботу. Глава называется «Воейши». Итак, я напоминаю вам, что к прошлому занятию я в нашу группу Telegram поставил вот этот файл с названием «Аляни Сим». Сейчас я его немножко доработаю. Сейчас я добавил туда же, чтобы новый файл не открывать, еще немножко текста. А именно… А, секунду, вы, наверное, его не видите. Вы, наверное, его не видите. Сейчас вы, наверное, не видите, да? Так. Видим, видим, почему? Видим, видим. А, да, странно. Прекрасно. Видим, почему? Вот. И неделю назад я поставил текст, который у меня давно уже подготовлен. Это разбор песенки «Маус-Цур», который мы делали то ли год, то ли два года назад. Я вот, например, обнаружил, что у нас вот по главе «Воейшев» есть занятие годичной давности и двугодичной давности. Вот. Мы разобрали 37-ю главу и 39-ю главу, поэтому сегодня я выбрал 38-ю главу. Это все впереди. Сейчас, значит, еще раз. Есть файл по разбору песенки «Маус-Цур», так он и называется. Я поставил его на прошлой неделе на футбук «Селеграмм». Вот. Поэтому сегодня его разбирать не будем. А разберем основополагающую вещь, а именно благословение. Благословение на свечке и то, что идет за ними. Итак, зажигая ханукальные свечи, ну, обычно говорят так, когда, значит, говорят благословение, когда уже зажег шамаш, держишь его в руке и готов этим шамашем зажечь, ну, должное количество свечей. Все готово, все поставлено. И вот тут зажигающий, возжигающий говорит первое благословение. Все благословения начинаются. Три благословения мы себе разберем. Начинаются они стандартом. Который осветил нас своими заповедями. Это тоже стандарт для благословения на заповеди. Первое благословение. Далее продолжает. Ле-гад-лик, нер-шель-ханук. Ле-гад-лик. Корень здесь. Далет-ламет-у. Значит, гореть. А беньян-гиф-иль. Что значит сделать так, чтобы другой совершал это действие. Чтобы свеча горела, мы должны ее зажечь. Получается зажигать. Ле-гад-лик. Инфинитив. Здравствуйте, Андрей. Нер. Нер обычно переводится как свеча, но вообще более правильно светильник. Потому что в мишне под нер имеется в виду обычный для того времени светильник в виде плошки глиняной или медной, в которую наливается масло, вставляется фитиль и, значит, используется это для освещения. Зажигать свечу хануки. Многие говорят шен ханука. В некоторых сетях уроков, например, в моем, слово это опущено, нер ханука. То есть это смехут двух слов. Свечу хануки. Я вот сегодня обратил внимание. Мы зажигаем сегодня одну свечу, а завтра уже две. И далее мы уже должны говорить, может быть, народ ханук. Тем не менее, поскольку, согласно Аллахиму, достаточно, чтобы на дом, на семью, каждый из вечеров хануки зажигали по одной свече, то благословение это отражено осуждать свечу хануки. Второе благословение. Дальше идет. Что сделал, который сделал, несим, это множественное число слова, нэс, чудеса. Ла авутайну, нашим отцам, или нашим прадцам. Ба ямим, от слова йо, в дни га эм. Гэм это они. То есть в те дни. Ба зма азэ. Во время это. То есть в те годы, да, в это время года. Ну, ханука, это что? Это годовщина чего? Очищение храма, но еще и годовщина, к сожалению, и оскорнение храма. Между этими событиями прошло три года. И третье благословение, которое мы говорим в первую ночь, если более точно, когда мы первый раз ожигаем ханукию. Вот это благословение вообще говорится. Первый раз исполняем заповедь. Заповедь, благословение, по первому значащему слову, называется шэхэхэян. Баруха Таши. Шэхэян. Ну, давайте я повторю. От слова хай. Что такое хай? Быть живым. Этот корень стоит в биньяне и в иль. Это значит делать так, чтобы кто-то был жив. То есть давать жизнь. Благословят Всевышний, который дал нам жизнь, дал нам жить. Веки-иман. Ле-ка-ем. Существовать. А ле-хаким. Это привести к существованию. И буквально создал нас. Ве-ги-я-ну. Ле-хаги-я. Это прибыть. И довел нас. Ла-зма-мазэ. Ко времени этому. И вот, прочитавши три эти благословения, мы зажигаем первую свечу. И говорят, что во время зажжения читают некий текст. Но если неудобно зажигать и одновременно читать. Я зажигаю, например, светильники с оливковым маслом. Они горят очень красиво. И это считается несколько лучший вариант, чем зажигать просто свечи. Хотя свечи тоже горят. Но пока этот фетиль загорится, проходит некоторое время. Поэтому сам процесс зажжения некоторое время занимает. И вот по ходу процесса мы читаем следующий текст. Натан, подвинь текст наверх. Тут довольно просто. Так. Вот что он говорит. Значит, маленькое примечание. В разных седурах тексты могут немного отличаться. Я разобрал тот текст, который я нашел. Вот. У меня в седурах он уже немножко другой. У вас может быть еще другой. Итак. Ган и род халалу. Свечи эти. Светильники эти. Халал. Это такой архаичный вариант. Эле. Эти. Шеан. В некоторых местах. Шеаннах. Которые мы. Мадликин. Да. То же самое, что Мадликин. Это арамиизм. Вместо нем суфит. Используется нун суфит. Который мы зажигаем. Что про эти свечи мы говорим? Аль-ванисим. За чудеса. Ве-аль-га нифлаот. Нифла. Это тоже чудо. Корень здесь. Пей-ламер-алеф. Это некое нарушение обычного хода вещей. Ве-аль-га тещуот. Это значит спасение. Тоже во множественном числе. Ве-аль-га милхамот. Милхама. Это война. Из-за войны. Ше-асита ла-авутейну. Который сделал нашим отцам. Бая-мим-га-гэм. Вазмана-зэ. В дни. Те. Во время это. Как благословение, которое мы только что разобрали. Вот. А дальше текст идет уже другой. Аль-гидэй коганеха ак души. То есть буквально руками. Через кого? Через коэнов. Руками священнослухателей. Коганеха твоих. Га к души им святых. Выхоль шумонад емей ханука. И все восемь дней хануки. Ну, у меня, например, на коль. Митсват шумонад емей ханука, например. Вся заповедь восьми дней. Хануки. А нерод халалу. Эти свечи. Кодеш хэм. Они святые. Вэйн лану расшуд. И нет у нас разрешения. Лэ-и-шта-меш. Пользоваться. Ва-эм. Ими. Э-ла. Алиф. Ламет. Алиф. Это противопоставление. Но. Лир-отам. Это значит лир-от. Отам. Видеть их. Смотреть на них. Бил-ват. Только смотреть. Нам действительно, Аллаха говорит, не разрешается пользоваться свечами хануки для освещения. Но только смотреть и любоваться на них. Поэтому в помещении обычно оставляют свет. Кроме того, мы ставим шамаш. Одна из функций которого значит гореть. Чтобы мы могли считать, что мы пользуемся его светом. А не светом руками свечей. Кдэй. Чтобы ле-годот благо дарить. Ун-ле-галел. И прославлять. Ле-шимха. Имя. Твое. Агадоль великая. Аль-нисеха. За чудеса фаи. Ва-ль-нифла. Теха. И за твои чудеса фаи. Самое. Ва-ль-е-шуа. Теха. И за твои спасения. Значит, два слова. Ешуа и Тешуа. Да. Практически они синонимы. Вот что мы читаем, зажигая свеч. Так. А теперь, Натан, мы попросим тебя поставить текст недельной главы. Так. И я очень надеюсь, что вы сможете его озвучить, потому что у меня голос уже садится. Извините. Вторую неделю страдаю простудой. Так. Ну, что с нашим текстом? Он есть? Сейчас только. Ну, очевидно, все знают, что... Так. Так. Вот интересный вопрос. Натан, что-то говорилось у вас по этому поводу? Если не еврей, исполняет заповеди в общее, вот, в частности, зажигает хаббу, должен ли он говорить богословение? В нашем седуре есть. В нашем седуре есть для мной новых. Равушерки включил. Смотря что, по чьей, по чьей, по чьей, по кому идет. Если по Равушерке, то да. То он это самое, то все, пожалуйста, исполни. Если ты какую-то заповедь берешься исполнять, то ты делаешь все, как и можешь делать все, как еврей. Говорить благословения, там все такое. Ну, понятно, какие-то исключения. Какие-то заповеди... С филилом накладывать, конечно, не может. И спереди после еды все зажигать. Ну, там что-нибудь такое. Ну, такое. Да, понятно. Лайт. Версия. Так. А по Галахе, допустим, там, не знаю, у Хаббата, там ни в коем случае никаких благословений, никаких ничего такого. То есть Хаббат против того, что это говорит благословение, да? Потому что нечего, нечего не евреям лезть, так сказать, со своим там, ни в Калашный ряд. Ну, на самом деле, ну, это не в Калашный уже, а в Калашный ряд. Ну, да. Сейчас посмотрю в Седуре, как написано. Ну, там есть иногда, иногда, там, для неевреев делают, там, во-первых, на родном языке, а не на еврите. А во-вторых, там, немножко, там, он изменяет какие-то моменты, там, что-то про народ Израиля, он им для них изменяет, допустим, что-то там убирает или изменяет чуть-чуть. Ну, там, вот, ну, вот так. Ну, нельзя. Да, есть Хануха, зажигание свечей. Так, там, в общем-то, есть. Эй, в театре благословения? Первый день Хануха. Несимла Абутейну, нашим отцам, как будет. На Шейхияну тоже есть. Шейхияну есть. А второе благословение Несимла Абутейну, нашим отцам. Нет, я тебе скажу. Убирают, отцов убирают обычно. Наверное, второе благословение Несимла Абутейну, по логике, да? Написано так, Шейхияну, как бы, в нормальном носухе. А в носухе зажигание свечей написано так, ну, тут, как бы, русский текст. Эти свечи мы зажигаем в память о чудесах явных и скрытых, и о войнах, и о спасении, которые ты сделал народу Израиля в те дни. Ага, понятно, безумно. Ну, как бы, логично, не? Да. Понятно, какие у них евреи, а еврейские отцы, откуда им взяться? Ну, что же. Так, окей. Хорошо, приступим, приступим к нашему тексту. Так, попросим Анну начать, да? Да. Да. Алис. Да. Да. Ва-и-е-ба-эт-а-и. Так, и было в это время, в этот срок, как бы спустился, получается, спустился Ягуда от своих братьев, отошел Ягуда от своих братьев. Да, 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 верно. Ну, и как бы пришел, прилепился, пристал к человеку Адулами. Это вот с какого-то, кто это, премиа. Это название народа, либо местность. Да. Да. Спасибо. Значит, ва-и-ет, вот в этом слове, от оригинального слова осталось только одна буква, буква тет, потому что в словаре надо искать либо ги-та, либо не-та, да? Что значит склонился, повернул, наклонился. Отсюда на-ти-я, как, например, английский уклон, вот, и грамматические формы на-ти-я-т-шемор и на-ти-я-т-е-али. Посмотрите в словаре. Спасибо. Так. Ну что? Давайте я? Да, буду рад. Почему-то Анну я не вижу. Перестал видеть. Она вглетела, сейчас она обратно подключается. Да, понятно. Беседр. Так, слушаем. Ваяр-шам-ягуда бат-иш-кна-ни-уш-мо-шуа, вай-ка-хэ, вай-я-во-э-ле-я. Ваяр-шам-ягуда. И увидел там ягуда бат-иш-кна-ни-уш-мо-шуа, дочь-кна-ненску. Кан-ненского человека. Да, кан-ненскому человека, имя его шуа. Интересно, что дается его имя, то есть ее отчество, а не ее имя. Шуевна, ярославная, это же тоже отчество. Нет, ярославная – это имя. Имя Ефросинья, то, что я слышал. Проверьте. Ну, есть такое имя, вторичное, да-да-да, слушаем. Слыха. Вай-ка-хэй-а. Вай-ка-хэй-га, вай-я-во-э-ле-га. И взял ее, вошел к ней. Да, совершенно верно. Ну, так описывается свадьба, поскольку в те времена не была рабанута, и, так сказать, церемония хупы ничем не была обусловлена. А теперь гиммел попросим Светлану, да? Ватахар, вателет, бэн, а вэй-кран, этшему, эр. Ватахар – известно вам слово? Ватахар, значит, забеременела, забеременела, а район – это беременность. Ватахар, вателет и родила сына, ваекра этшмо, а эр позвала его имя, эр дала ему такое имя. Кстати, эр буквально означает бодрствующий, да? Ничего такого прискорбного в этом имени нет. Далет, кто берется? Можно я. Да, конечно. Ватар, от, вателет бэн, ватикра, этшмо, унана. Переведешься? И снова забеременела? Да. Снова или еще? От, еще, еще, да. И родила сына, и называла его онан. Да, онан. Правильно, спасибо. Так, Андрей, вы с нами? Вы нас поддержите? Если есть желание. Так, ну, если нет, то тогда попросим, попросим. Натана, давайте. У нас посок. Так. А, не, 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 пардон. Вот, сейчас. Гей, 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 конечно. Гей, да. Так, кроме вот этого слова, остальное должно быть понятно, да? Ватто, сэш, ну, говорите так. И продолжала, или добавила еще, и родила сына, и назвала имя его Шелла. А дальше, вот, по простому смыслу. Казив, Казив – это название местности. И было в Казиве, когда родила его, да? Во время того, как она рожала его. Но слово Казав, Раши объясняет от слова прекратила. А нам известно, что Казав – это еще и ложь, да? Коля Адам Козев – это мы читаем в полном галеле. Кстати, в Хануку читается полный галеле, все восемь дней. А, значит, ну, добавлю, что имя Бар-Кохбы, да, изначально, было Бар-Козьева. Но мудрецы, а может быть, сам Раб и Раби Акива, вот, изменил его имя на нечто более такое презентабельное. Так, в общем, больше она не рожала. Вот у Игуды трое сыновей. Так. И взял Игуда, женщину для эра, первенца его, Бахор, и имя ее, Тамар. Далее это имя мы встретим в истории царя Давида. Зайн, Анна, давайте. Да. И был Игуды злым в глазах Всевышнего и умертвил его Всевышний. Да, совершенно верно. Был он чем-то плох, Ра, да. Ямит от слова Мет в Геф-Иле призделал его мертвым, да. Кэт? Тебя ваша? А, давайте, Тимофей. Кроме одного слова вроде все понятно. Воймер Игуда Леонану. Я сказал Игуда Анану, бо Эль-эшит Ахиха, вайди к жене брата своего. Вот, а здесь я... Войебем дальше. Да, вот я скажу вам слово Ибум и название трактата. Ливерантный брак. Я вам... Да, и соверши с ней либерантный брак. Тимофей, если кто-то будет смотреть наши уроки в записи, может быть, ему понадобится объяснение, что это за митсва такая. Скажите пару слов? Это митсва. Когда скончался твой брат, ты восстанавливаешь его семя, женившись на его жене, на вдове. Да. Ну, не взять на брат, а один из родственников. Как мы видим, Игуда потом в итоге женился. Это, в общем-то, тоже восстановилось семя. Да. Первым в очереди стоит брат. Вот резонный вопрос, который обычно возникает у моих учеников. А что делать, если у него уже есть жена? В том-то и дело, что поскольку многоженство перестало быть распространенным, то, соответственно, Ибум потерял свою актуальность. И сейчас в большинстве случаев, если такая ситуация возникает, выходит из положения, совершив обряд халица, то есть отказ этого брата, как мы видим здесь. Но в те времена считалось, в общем-то, это почетной обязанностью. И вот этот следующий брат, Анна-Онан, зная, что дети будут считаться не его, а его брата, да, он поступил как? Давайте. Кто почитает? Иван? А Светлана у нас еще должна быть. А Светлана? Ну ладно, Иван начал, давайте все продолжим. А после него Светлана, да? Да, верно. Правильно. Ва-я-да. Из-на-Онан. А-нан и... Переводите пословно. Это помогает. Ки в данном случае что? Что не... Не его, не к нему будет, зера в данном случае, потомство, да? И было, ва-я-я. И было, когда мы, не мы. Входил к жене брата. Шихет это буквально портил, да? Арца на землю. Ловилки, это мы переводим как, чтобы не, Натан зера не дать семя ле-ахив. То есть, потомство брату его, да? Он вот так отказался даже сам иметь потомство из-за того, что знал, что первый ребенок будет считаться ребенком его брата, да? Потомством брата. Теперь Светлана. Спасибо. Светлана Юд. Ва-я-ра от слова «ра». Помните слово? «И было плохо». Ба-эй-не-я-шем. В глазах Бога, так? Ашер-аса, что он делал? Ва-я-мет и умертвил. Гам-о-то. И его тоже. Жуткая история напоминает мне известный еврейский анекдот, кончающийся словами. Вы, конечно, будете смеяться, но Клара тоже умерла. Так? Ну, на слово «гам» толкователи обращают внимание и говорят, что первый брат, который умер, скорее всего, занимался тем же самым. За это его и тоже. Да, похоже, похоже. Так. Гам. Так. Юд. Алис. Юд. Алис. Ну что, я беру, да? Натан. А, Натан. Конечно. И сказал Юда Тамаре, невестка моя, «Оставайся вдовой в доме отца своего, пока не подрастет Шела, сын мой, потому что сказал, чтобы не умер и он тоже, как и брат его, и пошла Тамара и вернулась, поселилась в доме отца своего». В доме отца своего. На ее, да. Да. Я обращу внимание на слово «калатопысь», «кала» – это и невеста, и невестка. И слово «альмана» – это вдова, да? А «альман» – это вдовец, да? Отсюда, наверное, русское слово «альманах». Это не русское слово. Не русское, а какое? Насколько я понимаю, по артикуле похоже на арабское. Ну, вам видимо, будем считать. Надо уточнить. Так, «альманах». И прошло много дней. И умер, и умерла, пардон, Бат-Шуа. Опять же, по отчеству ее зовут. То есть, как вот Ленина зовут Ильич, ее зовут Шуовна, да? Шуевна. Жена Иуды. И утешился во «и нахэм» – это утешение нахама. Так, Иуда. Иуда и поднялся. Вот это что такое? «ГОЗЭЗ». Корень ГИМЕЛ, ЗАЙН, ЗАЙН – это значит «стрить шерсть с овец». Почему именно с овец? Потому что, как правило, шерсть стригут с них, да? Но, может быть, это и стрижка других животных ради шерсти, но не стрижка человека ради красоты. Там другой глагол. Мы увидим чуть позже, что, как и другие глаголы, в которых вторая и третья буквы «корни» совпадают, да, они иногда сливаются. Так вот, «ГОЗЭЗЭЙ» – это существительное. Те, кто стригут «цолно» – его овец. Он и ХИРА, его друг Адуламеец, пошли они в город Тимна. «Тимната» – это то же самое, что «Ле Тимна». Отсюда русское слово «темнота». Так, хорошо, продолжим. Любимый. И сказали, Тимната, «Лагус Суно». И сказали, Тимната. Было сказано точнее. Ну, про страдательную заложь. И сказали, Тимната, «Те, свекор твой пошел, ну, поднялся буквально в Тимну, чтобы стричь своих овец». Совершенно верно. Значит, мы встретили слово «кала» – невестка, а «хам» – это в данном случае как свекор. Это же слово обозначает «тестья». А, значит, соответственно, «теща и свекровь» – это «хамата». Отсюда какое русское слово? «Хам». Понятно, да? Вот наши отношения, в частности, «теща». А «хам» – это не русское слово. Это тот самый «хам», который плохо себя вел. Повел себя достаточно по-хамски. Ну, вообще, слово «хам» на иврите означает «теплый, горячий». Вполне дружеские человеческие отношения. Итак, Ют Гиммел. Моя очередь. Давайте. Ватасарбик дей Альменута Малея Ватхас Бацайф Ватит Алаф Ватешев Бефатах Эйнаим Ашер Альдегах Темнота Хирата Хигадал Шела Вегилу Нитмало Лиша. О, вот, Тимофею досталось много словных слов, но я помогу. Да. Ватасарбик дей Альменута Ватасар в данном случае – это правильный глагол «сняла». В современном влите говорят проще. Горида – спустила. И сняла одежды Алманута. Да, да, что это? Удобство ее. Правильно, одежды, которые носили вдовы. Да. Ме-Алейга. С себя. С нее, да. Ваттехас от слова «ле-хасо» – киса, покрывать. И покрылась цаив – это в современном влите шарф. Но здесь имеется в виду вуаль, ну, очевидно, эта вуаль была достаточно плотная, да. Закрылась она так, чтобы ее не узнать, да. Ватит а-леф – в данном случае обмоталась вуальна. То есть интересно, что это же слово означает «падать в обморок». Но здесь оно означает, что окуталась в тебя, то есть скрыла, в частности, и лицо. Дальше «ватэшев» – и села. Вот это «петах-эйнаим» – буквально это что означает? Вход. На открытии глаз, что ли? Да, да. Но перевод здесь. Там, где все видно. Села на том месте, где ее видно. То есть буквально села на распутье, да, на перекрестке дороги. Да, чтобы ее было видно со всех сторон. Так? Которое… Переводите дальше уже просто. Да. Ашегальдерих темнота, которая по дороге в темну, киратаки гадальшела, потому что увидела, что вырос шела, вегилё нитналё лейша. А она не была дана ему в жены. Вот так произошло. Да. Спасибо. Так. Тет Зайн. Иван, да? Вайя кашивэ лизунаки хиситаб Алея. Да. И увидел её. Вот следующее слово, конечно, слово хашав, думать. И подумал ее, то есть подумал про нее, как ле зона. Зона – это женщина, которая подается. Но интересно, что Колин здесь тот же, что в слове «питание мазон». Поэтому некоторые комментарии в отношении этого слова, это слово в отношении, например, хашав, пишут, что она была содержательницей постоялого двора. Так вот, он подумал. Впрочем, это не мешало совмещать. Он принял ее за женщину легкого поведения. Почему? Кистапаная, потому что она скрыла лицо свое. Но, очевидно, все времена были они достаточно скромными. Так, Тет Зайн, пожалуйста. Тет Зайн, наверное, мой, да? Прекрасно. Так, вот это слово «вает» у нас недавно было. Посмотрите, вот верхнюю строчку на листе. Светлана, помните перевод? Нет. «Завернуть, склониться». И завернул «элейха» к ней, «эльдерех» – к дороге, то есть по дороге. «Вайомер» и сказал «гава». Что такое «гава»? Как «гава» на «гилла». Давайте. Так. «Аво» я войду. «Элейха». «Элайх» к тебе. «Ки лоеда», потому что он не знал. «Ки ка латои», что это его невестка. «Ватомер» мы видим по использованию женского рода, что это уже ее слова. «Что ты дашь мне?» «Если пойдешь ко мне, Ки в данном случае…» Как забыл слово? «Экфемизм». «Есть». «Ну пусть будет так, да?» «Так». «Дальше, наверное, я, да?» «Угу, угу, угу, угу». «Так». «Так». «Вайомер Анухи Ашалах Геди Изим Минацон». «Ватомер». «Им цитен Эравон Ад Шалхе А». «Ага, вот оно-ка». «Вайомер» и сказал Анухи, как «они». «Я пришлю Гди Изим, это козленок, из моих стад». «И сказала Ана, если дашь мне Эравон, это значит залог, залог, до того, как пришлешь ты». «Ютхет, пожалуйста, Натан». «Ютхет». «И сказал Аш, какой же ты хочешь от меня залог, не залог, даже аэравон, заклад, который я дам тебе, и сказала твою печать и твой…» «Что? Потелим, что это?» «Буквально фитилим, шнуры, шнуры, шнуры». «Да, и твой посох, наверное, ну это какой-то специальный посох, наверное, который я твоей, и тогда ты можешь как бы соединиться со мной, войти ко мне, грубо говоря, в Атарло и зачала ему». «Слово родители, это же вот слово, кто-то не знает, о рим называется». «Какое слово?» «Родители». «А, Харахэ район, я изучила ему, что интересно. Что это за фитилии такие или шнуры? Почему? Посох, понятно, печать, это тоже вещь индивидуальная, по которой можно определить владельца. А вот что это за фитилии, кроме как связью с Ханукой, я это объяснить не могу». «Толкователи говорят, что это плащ, он же был судьей, у него был знак его достоинства, начался перстень его печатью, посох тоже, где было его имя написано, и, соответственно, плащ, накидка там какая-то, его там мантия, может быть, судейская, что-то такое». «Да, ну что же, вполне возможно. Так. Так. Слово «да» изучила, да, по-русски? Может быть, от слова «гора» нет, женщина становится похожей на гору, может быть. «На гору», ага, интересно, да. А как это по-русски сказать, отгорчилось? «Ну да». «По-всякому, да». «Кто-то, наоборот, обрадуется, да». «Что-то, короче, очень даже хорошо». «Да, пожалуй, в этом случае. Если бы не это, мы бы с вами имели вид». «Так. Ютед кто?» «Я». «Прошу вас». «Так, Ютед, а ты немножко подвинуть можно, а то что-то нет?» «Да, конечно. Поднимите это. «Плохо видно. Сейчас, секундочку. «Ютед» сейчас. Ой, а можно «Ютед»? «Да». «Так, Ютед, вот». «Ютед». «Ватакам». «Вэтэлых». «Так, да». «Вэтэкам». «Вэтэлых». «Вэтасар». «Цифа». «Мэалэга». «Вэтэлбош». «Бигдэй». «Альмэннута». 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 «Так. И, ну, иметь в виду всё в женском роде, иметь в виду Тамар». «Она встала, она пошла, сняла с себя вот эту вуаль, которой она была накрыта, вэтэлбош и тельбош одела на себя бигдэй, бигдэй, альмэннута». «И надела на себя опять вот эти водовьи одежды». «Надежды, да. Так, понятно». «Каф». «Каф» — это я. «Вэйшлах Игуда, эдгдзи аэзим, бэйят рэгу адулами, лакахат аэравон, мият аэша вэло мацаа». «Мацаааа». «Мацааа». «Вэйшлах Игуда. И паслал Игуда, гдзи аэзим, бэйят рэгу козлёнка врут...» «Через руку, через кого-то, да. Через руку. «Рээгу — это его приятель». «Да». «Адуламиец?» Нет, это не пастух, это ближний, ближний его, рээгу его ближний. То есть, вот этот приятель, которым он дружил. Спасибо. Взять залог из руки женщины. И не нашли ее. И не нашел ее. Кто ее должен был найти? Вот этот Агуламинец. Да, спасибо. Дальше. Кафдалит кто? Е. Да, послушаем. Ваешев в данном случае возвратился к Ягуде. Так, Ваешев в данном случае возвратился к Ягуде. Так, Ваешев и сказал. Не нашел я ее. И также люди места сказали. Не было здесь, не было в этом буквально. Вот здесь вместо слова Зона использовано слово Кадеша. Интересно, что в этой профессии называется вот этим словом, которое имеет корень Кадош. Есть объяснение, что, как правило, этим занимались люди, посвятившие себя определенному культу. Но, в общем-то, нам это не важно. Это некий эвфемизм. Кафгимел, наверное, я, да? Кафбет. Только Кафбет, а не Кафгимел. А, Кафбет. А, Светлану, у нас еще не было. А, Светлану. Давайте. Я прошу извинения. Я, наверное, вот это перевел в прошлое. А надо было перечти Каф-Алиф. Ну, я просто поменял их местами. Извините. Давайте Каф-Алиф снова. Ва-Иш-Аль. И спросил Эт-Аншей Макума. Людей вместо ее. Леймор говоря. А-Е. Где Агниша? Вот это да. Ги-Бе-Эй-На-И. Она в глазах. Буквально, да? Аль-Адерых. А. Аль-Адерых – это при дороге. То есть на том месте, которое видно с дороги. Как мы видели из предыдущего. Она встала в месте, откуда она видна. Отовсюду, да? Ва-Юмру. И сказали, не было здесь Дэй-Ша. И дальше Каф-Гэд, который мы перевели. И вернулся к Иуде. И сказал, не нашел ее. И также люди местно сказали, не было здесь Дэй-Ша. Так. А теперь Каф-Гимел. Каф-Гимел-Атан. Да. Ва-Юмре-Эй-Уда-Ти-Ках-Ла. И сказал Юда. Возьми ей. Возьми ей, чтобы не пошел в растрату. Лавуз в данном случае переводят как посмешище. Чтобы мы не стали... Да, да, да. Чтобы не лавуз. Да, да, да. Чтобы не лавуз. Да, но вообще-то лавуз. Да, это что? Это если точно переводить, это именно так. Вот я посылал. Не знаешь, Аллах, ты а где Азе? Вот послал я этого. Где? Козленка. Врата ло. Врата ло. А ты ее не нашел. Вот такая неприятность. Так. Страшное дело. И было к ми шлош, но понятно, что это от слова шлош, но комментарии у вас посмотреть сами, говорит, что это значит не три месяца прошло, да, а прошел определенный срок. Вы увидите. И было рассказано, где говорят, развратничала Тамар, невеста твоя. Обратите внимание, что все это время она считалась как бы принадлежащей семье этого иуды, да. То есть то, что покамец, он не предложил своему сыну Шелле жениться на этой Тамар, да, это не значит, что она как бы свободна. Чтобы освободить, нужна процедура, которая называется холица. Поэтому при, значит, приравнивается это практически супружеское изменение. Так вот она, чего? Так. И вот она даже запеременела. Это тоже корень, что в слове зона повторяется буква нун, да, в слове зона она склеивается. От распутства она еще и забеременела. И сказал иуду, да, выведите ее и будет она сожжена. Кошмар. Ну, аналогии мы находим только единственный случай, когда применяется казнь под названием страйфа, да. Это относится к дочери Коэна, которая открыто развратничала. В данном случае, поскольку Тамар была дочерью Шема, которая, в общем-то, была для всего населения священнослужителем, да, и должна была соблюдать законы и быть примером для всех, вот, значит, такое ей следует наказание. Кафе, не бойтесь, будет хэпиэнт. Анна, прошу вас. Гим муцаэт, ваги шалхаэт хамига лемор, лаиш ашер эле ло, анухи, гара, ве тумер, хакэна леми, ахомет, афтелим, ве ахамате аэле. Оу, развязка. И когда ее выводили, муцаэт, ну, ее вывели, видимо, на казнь, так, и она послала своему свекру, говоря, ну, эти вот вещи, которые были при ней, человеку, чье это, ну, к человеку, чьи это вещи, я беременна, человека, чьи эти вещи, я беременна. И говорит ему, хакэна, узнай-ка, узнай-ка. Слыха, 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 слыха. Вот, и, значит, узнай, чья это печать, чья это, чьи эти вот эти шнуры и чья это посох. Да, верно. Угу. Так, Тимофей, спасибо. Да. Тава. Ваякер, Ваякер Ягуда, Ваюмер, татками мейни, кеалькен, лёна татия, вешела, бни, валёй я сав от ведата. И узнал Ягуда, и сказал, более правая, чем я. Права она более, чем я. Права она более, чем я. И алькен, потому что, поэтому, да, потому что, луна татия, не дал я её, лишела бни, шели сыну своему. Да. Калёй я сав от ледата. И разные трактовки встречал, ну, в общем, не познавал её больше. Наверное, так. Да. Или, наоборот, не прекращался. Не расставался с ней, да. И не расставался с ней. Ну, такую-такую версию приводит. Да, да, спасибо. Так, Кавзайн Светлана? Игорь там, да. Можно я? А, ой-ой-ой. Да, Светлана, ну, нет, Светлана пускай. Да, давайте. Женщине уступим. Да, да, да. Извините. Иван, следующий. Вейхи-бе-эт-литта, вейхи-не-томим-бэ-вит-на. И было в это время. Во время рождения. Когда? Когда близнецы в утрове её. С ума. В утрове её. Совершенно верно. Да. Теперь Кавхэф попросим Ивана, да? Прошу вас. Ва-и-и вейхи-бе-литта, витэн-ят, ватик-ках, а мы-я-литт, ватик-шор, а ль-я-до, шани-не-мор-э-зе, я-ца, решуна. Да, прелестно. Ва-и-и-бе. И было во время рождения. В том, как она рожала. В природах её. Ва-и-тен, как Натан. Что-что-что? Ва-и-тен, говорю, это от корня Натана. Ну да, да, да. Я вздрогнул. Нет, я не понял. Понятно. Высовывать руку. Буквально дал руку, да? И взяла мэ-я-литт, от слова е-литт, это та, которая способствует рождению. То есть повивальная бабка, да? Ватик-шор, кешер, узел, завязала руку его, а вот слово шани, кто мне подскажет? Это нитка красная, кармин, кармин. Там нитка, окрашивая, окрашивая, говорят, этот вышел первым, хотя он не вышел, да? Откуда мы знаем, что именно он должен считаться первенцем? Потому что сказано в книге Шмот, да? Коль Петер Рехем, каждый открывающий, развязывающий упробу матери, то есть в данном случае, да, тот, кто первый высунул наружу какую-то часть, даже если потом в сумму и вышел другой, да? Он первый нитка, да? Ва-и-ги-ка-мей-шив-я-до, ва-гине-я-ца-ахив, ашер а-я-до, не, не, пардон, извините, неправильно. И было, когда вернул он, забрал обратно руку его, и вот вышел брат его и сказала, что ты парадста, это значит буквально проламываешься, да? На пролом, а парадста парадс, что ты проломил пролом на тебя, да? И назвали имя его парадс, то есть перец. Перец – это не имеет отношения к растению и к приправе, да? А вполне легитимное еврейское имя, я даже встречал отчество перецовна или перцевна. Так, так. Ва-так, ламет, ламет. Попросим, Натана. И после вышел брат его, который на руке его, вот этот вот шани, это. Какое слово использовала Анна? В словаре сказано кармин, красный цвет у червяков. Красный, да. Да, выиграешь мозг Зарах. Зарах вообще – это… Зореях, Мизрах. Зореях, да. Сияние, свет сияние, как Мизрах, как Восток. Да, да. Можг Зарха – это засияло солнце. Воссияло, да, совершенно верно. Я просто еще одно слово скажу, поскольку мы уже почитали весь текст, что пока Йосеф в Митраиме, пока его даже, наверное, еще везут в Митраим, да, Всевышний составляет, значит, образует Машиеха, потому что именно из рода Переца, да, приходит к нам Машиех, дай Бог, в наши дни и в скорости и освободит нас. Ну вот, вот такое счастливое окончание у нашей истории. Еще раз всех поздравляю с Ханукой, с Божьей помощью мы через неделю, я думаю, продолжим. Это как раз будет 8 свечей, да? Да. Окей. Всем спасибо. Хак, урим, са мэх. А почему урим? Урим, урим, урим от слова О. Да, есть такое еще название. Да, если вы вместо Хак Самэх, Хак Самэх или Хак Канука Самэх, или Ханука Самэх, будете говорить Хак, урим, са мэх, то все поймут, что вы профи 100%. Вот, отлично. Спасибо. Ну, счастливо, всего наилучшего. Окей, счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.